здравствуйте дорогие друзья кто смотрит мой канал сегодня я снова рад провести некоторое время с вами делясь божьим словом сегодня я хочу поговорить на тему которая связана с выходом человека из контролирующих организаций тема назрела она можно сказать наболела потому что последнее время в последние месяцы и дни очень много и общался с людьми которые вышли из разных организаций не только из одной какой-то организации было знаете как общение с людьми из разных движений которые вышли из разных движений где они обнаружили деструктивное влияние на себя контроль какое-то использование самих себя в основном конечно это религиозные организации такого христианского толка во главе с какими-то известными лидерами и таких организаций немного название всех вы знаете поэтому я сегодня буду говорить по существу многие люди оказались как будто бы ну как в растерянности покинув систему они обнаружили что не так просто найти самого себя да не так просто обнаружить какое-то видение на свою жизнь что делать дальше и сегодня я хочу обсудить вот эти крайности вот эти состояния вот эти проблемы возможно для кого-то сегодня это будет хорошим хорошей подсказкой хорошим ответом что же делать дальше на самом деле все не так трудно все не так сложно на самом деле все очень оптимистично радостно у бога есть для этого все нужные ответы конечно же в божьем слое когда я слышу о том что человек покинул контролирующую организацию я всегда стараюсь обратить его взгляд на книгу библии исход книги исход достаточно ясно и хорошо описываются все тенденции мышления человека когда он оставляет выходит из-под контроля выходит из ну египта да давайте чуть-чуть два слова буквально скажу за египет всегда когда человек оставляет свой египет у него всегда в душе рано или поздно возникают какие-то смятения сомнения к он сталкивается с трудностями вот этого личного становления он всегда может задавать себе этот вопрос но как-то я был вот в этой организации я был в этом египте вот я вышел но ведь когда-то я туда пришел и даже он говорит вот я слышал как люди которые по выходили из таких христианского толка движения они говорят но бог меня туда привел я точно это знаю и пусть тебя дорогой мой друг это не смущает если ты такой человек который однажды вошел в какую-то организацию ты говорил меня сюда бог привел и там у тебя даже были какие-то хорошие вещи не все так бывает плохо это нормально точно такая же история была с народом божьим в египте однажды когда им было плохо они голодали египет открыл для них свои объятия благодаря тому что там был иосиф который посоветовал всему народу божьему войти в египет он говорил что вам здесь будет хорошо вам здесь будет сытно и действительно первое время было так у народа божьего образовался там свой удел своя земля где они занимались там бизнесом скотоводством выращивали там еду себе делали да и первое время было хорошо потом с руководством египта что-то произошло фараон сменился на те как я скажу это это первый фараон который принимал можно сказать у себя в гостях народ божий там написано что сердце его было под воздействием бога он ему давал откровения иосиф там толковал ему эти откровения то есть все было так что этот царь той страны он был под воздействием бога да он был под его словом и поэтому евреям там было хорошо потом написано что восстал какой-то другой фараон который не находился под воздействием откровений божьих а уже находился он под воздействием амбиции имперских страстей каких-то он собирался строить себя там какие-то строения вероятно это были пирамиды и написано что очень сильно начал напрягать божий народ в основном гнет который ты мог бы ощущать в какой-то системе в основном связан с амбициями правителей это означает что просто тебя все это время использовали для того чтобы достигнуть расширение империи там строительству каких-то новых пирамид проектов чего угодно вот это использование да она приводит обычно народ к отчаянию и народ начинает взывать богу и хотеть выйти из таких систем сегодня я просто хочу тебя дорогой мой друг успокоить тот же самый бог который сказал народу божьему войти в египет тот же самый бог сказал этому же народу выйти из египта поэтому с тобой все хорошо если ты в поисках свободы в поисках личных отношений в поисках избавления от какого-то контроля бесовского в рамках таких организаций вышел оттуда ты молодец я тебя поздравляю ты смелый человек и с тобой все хорошо теперь давайте посмотрим по аналогии с этим исходом что бывает с человеком там указаны в принципе все его состояние сегодня я хочу разобрать некоторые проблемы и крайности которые случаются по выходе божьего человека из какой-то системы то есть изучая вот эту книгу вот эту историю выхода народа божьего из египта мы видим что конечно фараон он всегда пытается догнать всегда пытается остановить или по крайней мере если не вернуть то уничтожить то же самое всегда вот это признак того что вы действительно находились в системе которая вас контролировал и использовала вот эти признаки всегда лидеры этой организации будут пытаться вас насильственно вернуть чем это отличается от момента когда пастор идет за своей овечкой это отличается тем что вас будут пытаться вернуть угрозами запугиванием какими-то проклятиями короче страхами в конце концов обвинениями скажут что вы очень плохой человек и так далее и если это не получается то действует следующий метод вас попытаются догнать и убить я имею ввиду что что попытаются начать вас проклясть сказать что у вас ничего не получится сделать все так чтобы у вас не было никакого будущего без них это сильно отличается от того что делает любящий отец когда вы даже если вы там что-то неправильно сделали ну всегда мне задают вопрос а если человек уходит из церкви что его не надо возвращать конечно его надо возвращать ну почитайте как поступал отец блудного сына да как поступал поступает пастырь когда овечка теряется там да то есть это совершенно другое вот наконец-то вы расквитались с вашим египтом уже позади остался ни с чем ваш фараон вот вы свободны вас никто больше не угнетает вас никто больше не использует вас никто больше не напрягает и это радость она конечно замечательная радость вот этой освобождение от гнета с одной стороны это радость от того что вы больше не под гнетом тираном каким-то деспотом фараоном с другой стороны надо внутри себя понимать что сейчас когда вы радуетесь и вы больше не в системе отчасти ваша радость связана с тем что вы сейчас ничего не строите и это надо разделять радость от того что вам сейчас не надо ничего делать это должна быть в радость временная радость от того что вы больше не под тираном должна вас привести к пониманию и зрелой свободе и поэтому вот этот момент радости после выхода дорогой мой друг это тот самый момент о котором говорил иисус когда говорил об изгнании беса из человека иными словами он сказал что когда бес изгнан из человека то домик остается некоторое время пустым да и убранным что он имел ввиду он имел ввиду что человек это как домик и когда уже без не контролирует этот дом это жилище жилище не становится свободным она становится не занятым и очень важно чтобы этот домик был занятым поэтому когда фараон тебя уже не контролирует уже вот этот злой пастор да или кто там он тебе являлся вот этот руководитель лидер он уже позади он его контроль уже на тебя не распространяется это означает что следующий шаг после вот этой временной радости освобождения у тебя должен быть что ты должен встретиться с богом и я сегодня говорю есть определенная ну крайность крайность у вышедших из культа людей они радуются и думают что вот эта радость после выхода она вот такой будет постоянно она вот будет длиться всегда вы знаете это очень сильно похоже из тем когда человек из мира приходит в церковь его радость она наполняет его а это чувство когда ты свободен от греха это чувство когда ты свободен от от бесов каких-то зависимости от просто даже бессмысленной жизни и как-то глупо получается когда этот человек спустя десять лет все еще радуется тому что он вышел из египта в то время как он уже должен радоваться тому куда он вошел и так дорогие я хочу подытожить радость радости выхода свобода это не избавление от контроля свобода как написано это дух святой свобода не есть пустота выход из какой-то контролирующей тебя организации еще нет не означает что ты уже свободен потому что как показывает история в исходе люди которые покинули египет и мы часто говорим но египет из них не вышел ты еще даже не подозреваешь сколько в тебе может быть крючков которые тянутся из египта и поэтому я сегодня хочу сказать каждому кто сегодня находится в каком-то может быть смятение или вы говорите о себе я пострадал от той системы я до сих пор переживаю или у меня я обнаружил что моя жизнь после той системы она была разрушена я хочу сегодня тебе сказать дорогой друг тебе нужно радикальная личная встреча с богом после выхода из этой системы и я тебе даже больше скажу дорогой друг если ее не произойдет ты снова обнаружишь рабство своей жизни ты снова обнаружишь эту тиранию тебе нужно радикально личная встреча с господом тебе нужно определить может быть какое-то непродолжительное время для того чтобы провести с ним вне всякой системы вне всякого контроля лично и сегодня я хочу сказать как определить что эта встреча она произошла радость избавления от контроля это еще не есть радость наполнения святым духом и конечно же я не хочу сказать что вам нужна какая-то встреча с богом потому что в основном речь сейчас идет о верующих рожденных свыше людях о народе божьем я не хочу сказать что вам нужно какое-то новое покаяние что вам нужно повторное покаяние нет это радикальная встреча с богом является осознанием осознанием того кто ты и кто такой бог как понять что эта встреча с богом после избавления от тирании она произошла давайте снова обратимся к книге исход в книге исход 3 главе 12 стихе господь говорил с моисеем еще до выхода из египта он ему говорил вот тебе знамение того что я послал тебя говорит когда вы выйдете из египта вы встретитесь со мной на этой горе горит вы встретитесь со мной поэтому сегодня на основании вот этого места из писания я хочу тебе сказать что действительным признаком того что ты вышел из египта это радикальная встреча с богом это не избавление от тирании дорогой друг точно так как неверующий человек не спасенный который пришел в церковь и говорит вы знаете я бросил пить я бросил курить я теперь не ругаюсь матом еще не означает что он вышел из египта на самом деле дорогие друзья все эти вещи может оставить человек который вообще к богу не имеет никакого отношения точно так выйти из-под контроля может человек который не имеет богу никакого отношения и всегда это будет сопровождаться определенной радостью то есть не эта радость является признаком выхода из египта некоторые люди они говорят но я рожденный с высшей человеке у меня есть дух святой какая встреча с богом и я говорю сегодня об осознанной встрече с богом вы знаете что сам бог выводил евреев из египта он шел с ними на протяжении этого пути но есть место и время осознанной встречи найти как такая переформатирование перезагрузка новое как будто новое знакомство с ним потому что знать бога который смотрел на тебя когда ты был в системе и знать и встретиться с богом который уже вне системы говорит с тобой это не одно и то же и поэтому дорогой друг я сегодня хочу тебе дать несколько признаков того что ты действительно после выхода из египта выхода из системы из под контроля что ты действительно встретился с богом во первых тебе нужно практиковать божье присутствие лично точно как это делал моисей на горе начать это делать не потому что твои глаза смотрят какой-нибудь телеканал какую-нибудь проповедь какое-нибудь слово или даже общение с каким-то человеком тебе нужно начать практиковать личное божье присутствие о котором возможно вне каких-то собраний ты уже даже забыл когда последний раз ты ощущал божье присутствие переживал осознанное божье присутствие лично один на один хорошо если твой ответ да постоянно конечно я это делаю но часто люди которые выходят из систем они как будто теряются горит у меня нет таких эмоций как там в каких-то собраниях и говорят вот там было божье присутствие а здесь его лично не ощущаю я тебе хочу сказать вообще это катастрофа в жизни человека когда он лично не может ощутить того что он ощущает собрание и поэтому я говорю нужно время чуть-чуть чтобы попрактиковать личное божье присутствие вот эта встреча на горе как мы называем дальше что произошло с моисеем на горе с моисеем на горе произошло то что он получил видение нас на жизнь народа я сейчас говорю не за моисей я сейчас говорю за то что предназначалась богом для всего народа после того как они вышли из египта всем известно что на гору поднялся моисей но бог привел к себе весь народ после египта он хотел чтобы они слышали его голос но они не захотели и поэтому когда я говорю сегодня что должна быть радикальная встреча с богом я говорю о присутствии божьем и говорю о том что ты должен научиться его слышать наконец-то слышать лично я хочу привести один пример из сегодняшнего своего служения я разговаривал с одной женщиной и она живет в другой стране и она мне говорила такие вещи ты знаешь всегда когда я молюсь я включаю музыку и тогда я могу молиться я молюсь на иных языках я молюсь духом вот и мне как-то не у не комфортно без музыки молиться и когда мы начали с ней заниматься я начал давать и духовные определенные задания говорила ты делай так делай так молись так и в один момент она сказала слушай я в один момент говорит почувствовала что музыка мне мешает мне хотелось слышать что происходит у меня внутри я стала молиться и молилась и вдруг я начала петь на языках и меня пасть но накрыла как она верит накрыла божье присутствие я так обрадовался я подумал вот это оно есть когда тебе ничего не надо для того чтобы пережить внутри пережить снаружи себя лично с богом в комнате его присутствие когда тебе не нужна там никакая идущая телепередача или какое-то даже собрание я не имею ввиду что она вообще не надо я имею ввиду что если у тебя без этого не настает исполнение святым духом это проблема и поэтому вот к чему я призываю практика практика божьего присутствия личное это обязательно то с чем ты должен столкнуться прежде чем пойдешь дальше после выхода следующее что нужно чтобы произошло с тобой после того как ты вышел и пришел на радикальную встречу с богом это тебе получить видение мы знаем что для народа божьего было предназначены заповеди да и было предназначено устройство ски не также было указано куда они должны дальше двигаться указано на то что будут войны то есть определенные битвы и это я хочу подытожить когда ты встречаешься с богом те люди которые были утомлены долгим пребыванием в какой-то контролирующей системе им кажется что теперь это эйфория будет она продолжается и бог теперь только и будет делать что залечивать раны в этом есть большая катастрофа однажды я попал в авто катастрофу машину ее просто носила по дороге она там снесла ограждение к счастью бог меня хранит поэтому ничего со мной не случилось но машина была разбита и вот я вышел посмотрел на машину да и я был конечно в шоке я был в стрессе что такое случилось и вот когда после аварии я сидел в гаи пришло разбирательство один человек мной незамечаемый он сидел где-то в углу а потом когда послушал всю историю он подошел ко мне и говорит послушай меня очень внимательно тебе нужно ближайший месяц а лучше как можно скорее снова сесть за руль я говорю почему он горит потому что если ты не сядешь в течение пары недель за руль возможно ты не сядешь уже за руль никогда ты будешь бояться и пошел я помню подумал над его словами и у меня получилось сесть за руль наверно только спустя месяц когда я сел за руль я вдруг вспомнил слова того человека и и прямо реально почувствовал барьер преграду к тому чтобы управлять машиной это был просто страх эти образы после этой аварии они снова набросились на меня я понимал же я видел угрозу в каждой встречающейся мне машине и поездив только таким образом несколько дней я обнаружил что этот страх он отошел к чему я рассказываю эту историю дорогие друзья многие люди которые столкнулись какой-то тяжелой ситуации в жизни не только с вот выходом из деструктивных вот этих организаций но сегодня я говорю именно за это многие люди они позволяют себе слишком долго восстанавливаться жалея себя они начинают говорить что бог он исцеляет мои раны что я так сильно пострадал моего хозяйства моя семья она так сильно пострадала у меня сейчас долги я пока что вообще держусь подальше от служения я держусь подальше от всего что связано с верой там или просто они себе дают какой-то пикник дают какой-то отдых от служения и я хочу сказать дорогие друзья что это крайне неправильно что следующее произойдет спустя длительное время вы когда захотите вернуться в служение или ну начать служение вы обнаружите неспособность определенную страх преграду к тому чтобы служить поэтому я всем советую не бросаться в эту крайность оставляя служение вы должны четко понимать что египет это египет а служение это служение работа на строительство пирамид это одно строительство скинии после того как вы сходили на гору это совершенно другое поэтому когда моисей поднялся на гору ему был дан чертеж храма то есть скинии определенные ну палатка такая была где совершалось потом богослужение сегодня это образ твоего личного служения каким образом ты будешь его строить каким образом ты будешь делать так чтобы другие люди которые тебя окружают познавали бога через твою жизнь вот этот проект как я могу назвать сегодня обязательно тебе нужно получить во время встречи радикальной встречи с богом вот ты взошел на гору еще раз говорю первое это практи практика божьего личного божьего присутствия это первое что нужно делать освобожденному человеку второе ему нужно снова начать распознавать голос божий внутри вот в этой тишине третье когда у тебя начнет получаться распознавать его голос значит следующее что ты получишь это видение на свою жизнь это служение это планы от предстоящих каких-то битв и еще ты получишь определенные наставления то есть моисей получил уставы да то есть он получил законы правила для народа в твоем случае это будет водительство святого духа что тебе дальше делать и вот эти вещи они не приложены они всегда должны произойти всегда ты должен получить видение на служение когда я слышу что человек выйдя из такой системы он бродит где-то ходит ничем не занимается на протяжении долгого времени и при этом утверждает что бог с ним разговаривает что он не вне берется ни за какое служение он не входит не вне ни в какие цели божьи цели в своей жизни мне это говорит только об одном голоса божьего он не слышит потому что человек который слышит божий голос он всегда получает направление в жизни просто получать какие-то пустые откровения как мы называем какие-то знания это не то ты должен знать что делать лично тебе значит что происходит с человеком когда он этого всего не получает и не переживает что с ним происходит вы знаете моисей это был человек который взошел на гору и в течение сорока дней он там пребывал и получил вот эти вещи он постоянно ходил на гору он практиковал это и постоянно что-то получал от бога он выходил весь сияющий такой все найти у лично у него все было хорошо но есть другие люди которые не делали этого в итоге один человек это моисей он зашел и получил от бога все что нужно эти люди они сменили бога вот просто не взойдя на эту гору не не добившись это радикальной встречи смотрите что с ними случилось эти люди пришли к тому что они сменили себе бога что я имею ввиду они поставили себя золотого тельца и сказали вот это и есть тот бог которому мы пришли на эту гору который вывел нас из египта послушай меня сейчас дорогой друг отсутствие радикальной встречи с богом после выхода из системы приведет тебя к тому что ты начнешь поклоняться другому богу это правило она действует на всех ты вышел оттуда чтобы встретиться живым богом не вышел ради выхода ты вышел ради своего будущего и твое будущее она начинается вот с этой встречи у людей у которых не произошла эта встреча я сегодня могу сказать что эти люди которые по выходили когда-то из разных систем там 10 лет назад 15 лет назад многие из них по сей день непонятно вообще кому служат и поклоняются поэтому не сделай этой ошибки тебе нужна встреча с богом какие еще есть крайности крайность номер один столкнувшись с трудностями жизни без системы люди говорят бегу назад в египет надо назад возвращаться в египет там было хорошо вдруг он обнаруживает что там было хорошо дорогой друг твое теперешнее положение когда ты вне системы когда все зависит только от тебя оно и дано тебе для того чтобы ты больше не был человеком винтиком пикселем чтобы у тебя было личное с богом чтобы даже если вдруг никогда ты не окажешься ни в какой организации и вдруг ты даже окажешься вообще без церкви чтобы ты был человеком который знает куда идти как строить служение что тебе делать практикующим божье присутствие слышащим его голос и тогда тебе не захочется возвращаться в египет если твои мысли вернуться назад вот это и есть то что ты еще не встретился с богом поликовал без тяжести египетских работ порадовался отдохнул и говоришь пойду назад египет вот это первая крайность вторая крайность это радоваться как я уже говорил чуть чуть раньше радоваться освобождению но не стремится к радости наполнения богом и обретение нового плана обретение новой стратегии нового видения для своей жизни крайность о которой мы сказали чуть чуть раньше это называть радость выхода радостью встречи с богом это две разные радости поэтому вот эта крайность все время радоваться и никуда не идти крайность следующее найти моисея человека на которого можно возложить ответственность за свои личные отношения с богом за присутствие божие за чудеса в своей жизни за строительство служения своей жизни вот эта крайность найти себе моисея найти моисея который продолжит водить тебя по пустыне хочу сказать немножко о моисеи вообще все моисеи всех времен если так можно сказать они нужны в основном людям для того чтобы довести их вот до этой горы ведь в исходе на самом деле предполагалось что народ он зайдет в облако божье до услышит божий голос захочет с ним общаться и тогда моисею не надо было бы быть их каким-то вот таким царем на протяжении хождения в пустыне ему бы многих вещей пришлось бы ну удалось бы избежать и даже предполагалось он войдет в землю обетованную в итоге он не вошел сами эти люди они не вошли всего лишь потому что моисей продлил свою функцию из-за их нежелания взойти и говорит с богом его функция была продлена что из этого вышло мы все знаем поэтому я дорогие друзья знаю точно что даже сам иисус он на определенном периоде он жил с учениками служил говорил им какие-то вещи потом он их высвободил он их как найти от себя избавил он сказал что придет дух святой он говорит что если я не уйду вы не сможете двигаться со святым духом поэтому дорогие друзья любой человек которого ты попытаешься назначить ответственным за свои отношения с богом это бедный несчастный человек ты ему испортишь всю жизнь более того ты испортишь ее себе а что должен был делать моисей после того как если бы случилось по идеальному сценарию и народ божия начал слышать божий голос я думаю что моисей бы был счастливым человеком в этом есть подтверждение что когда появились в народе божьем пророки пророчествующие люди то моисей сказал о как бы я желал чтобы все в народе божьем были пророками кто такие пророки это кто слышит и говорит божье слово духом поэтому моисей желал чтобы все люди слышали и говорили божье слово он понимал что это бы избавило его от вот этой функции который бог вообще не предназначал управлять на самом деле его бы это избавило от множества проблем люди бы все были вадимы богом они бы слышали божье слово говорили друг другу божье слово это идеальная картина но так не случилось но так должно случиться сейчас с нами снова заветными верующими именно на это рассчитывает дух святой рассчитывает бог наш отец что мы будем все люди которые слышат божье слово лично и говорят его тогда не нужен будет никакой поводырь никакой фараон никакой тиран над тобой никакой надсмотрщик следующая крайность которая случается с людьми вышедшими из культов из разных этих организаций это я бы ее назвал так поиск стабильности что такое поиск стабильности он выражается в том что человек пытается наверстать упущенное может быть из-за пребывания в такой организации он начинает лихорадочно может быть там возвращать долги там он лихорадочно старается показать всем своим родным что теперь он будет о них заботиться там и и все такое прочее я не говорю что это плохо заниматься этими вопросами но главнее чем новое видение на свою жизнь не существует ничего ведь послушайте народ божий который оказался в пустыне выйдя из египта попав в определенные нестабильные условия пустыня это нестабильные условия я не говорю что ты должен сидеть в пустыне но когда ты выходишь всегда вот этот период когда ты еще делаешь эту перезагрузку когда ты еще по-новому формируешь свою жизнь он такой кажется периодом нестабильным и поэтому люди они иногда бросают главное опять таки эту встречу с богом и получения видения на свою жизнь меняют на лихорадочное налаживание жизненных процессов я прямо вижу как эти евреи в пустыне народ божий народ израильский большинство из них заботились о том как тут палаточку эту расставить как где-то покушать найти как там свои семьи успокоить может быть какие-то жены были недовольны и что типа жили в египте плохо но жили а вот здесь вообще не пойми что живем в этой пустыне там и так далее и всегда возникает такой соблазн быстро заняться какими-то хозяйственными делами как я это вижу сейчас человек знаете находясь в системе он что-то делал напрягался он там как хоть пирамиды настроил и тут он выходит и попадает в эту нестабильную обстановку до где нету четко налаженной какой-то системы и он начинает заниматься просто собой заниматься какими-то решением вопроса это ловушка я хочу вам сказать что это ловушка которая может похоронить вообще все в жизни по сути дела говоря это прямой путь вообще к отступничеству нельзя этого делать это точно как вот этот пример с машиной ты там знаешь ну попал в эту аварию что-то случилось в жизни нехорошая тебе надо поскорее снова садиться и управлять то есть садиться за руль или как правильно войти в служение войти в предназначение войти снова в видение но это уже будут не пирамиды это уже будет скиния которую бог откроет лично тебе которую за который будешь отвечать лично ты не из-за того что кто-то над тобой стоит и всегда вот этот поиск стабильности хозяйственный до личной какой-то он всегда приведет к ропоту и недовольство не почему потому что в этот период невозможно найти стабильность ни в чем кроме бога вот в этот переходный момент как мы один берег тебе надо прийти на другой берег и вот есть путь определенный он не должен быть долгим но это путь он такой как выглядит как нестабильная обстановка и глупо обустраивает свою жизнь вот здесь свою жизнь надо обустраивать тогда когда ты прошел этот переходный период поэтому когда ты вышел тебе обязательно после встречи с богом нужно сойти с новым видением на свою жизнь и там в этом виде не будет и устройство и там будет в этом видении и какой-то порядок водительства на все на служение на твою жизнь на все следующая крайность это усталость знаете вот есть такое у людей когда они долго были в угнетении и они выходят на свободу они вдруг обнаруживают внутри себя вот эту усталость часто это выражается в таких словах я наелся вот так вот этим служением вот этим напрягом вот этим беготнёй я наелся вот так и человек что делает он берет хоронит вообще все он вдруг считает он берет вообще это делает самосожаление ему себя жалко и поэтому он себе позволяет вот этот вообще ничем не обоснованный курорт я хочу тебе сказать дорогой друг служить богу это заповедь кто не любит слово заповедь я могу сказать за обрезание в новом завете конкретно апостол учат о том что обрезание это мы служащие богу духом и так служение богу это признак твоего обрезания служение богу это признак твоей духовности вообще это не заповедь для того чтобы угодить богу а это признак того что ты обрезанный человек что ты духовный человек и поэтому дорогой друг вот эта крайность я наелся я больше не хочу эта крайность не позволяя себе слишком долго бродить в этом переходном периоде тебе надо быстренько взойти на гору провести с богом время на пропитаться им получить видение получить водительство и быстро двигаться в путь не заниматься устройством в неопределенной переходной обстановке не хвататься за обустройство бытовых вопросов я сейчас тебе говорю практические вещи которые я вижу это не из книги это не из даже не это даже не учение этого реально практически духовный библейский совет в переходном периоде не обустраивай ничего переходи получай видение на служение и только тогда иисус об этом говорит ищите прежде царство вышел из египта ищи царство ищи что такое царство это мир радость до в духе святом следующее что такое царство это управление ищи возможностей ищи водительство где ты управлять будешь что тебе делать куда идти есть еще один момент последнее которым я хотел бы также поговорить это момент быть под властью бывает так что пасторы или даже группа людей либо даже ты один ты выходишь и в какое-то время ну ты как действительно внешне можно подумать что ты один что у тебя над тобой никого нету обычно таких людей начинают упрекаться религиозный мир их давит горит вот и не под кем вообще-то дорогие друзья я хочу сказать что в определенной степени и смысле вот такие обвинения и давления являются манипуляцией ты под богом ты под иисусом христом вот это главное что тебя надо понимать если ты находишься в послушании божьему слову никто не может сказать что ты не под властью что же касается власти духовной там теократической как ее еще называют ворла власти церковной новозаветная модель это совет новозаветная модель это общение как написано что если имеем сходим во свете имеем общение друг с другом не становитесь людьми которые находятся в изоляции всегда найдите себе зрелое окружение в котором вы могли бы рассказывать в котором вы могли бы иметь совет определенный в сложной ситуации людей которые могли бы тебя поддержать если вдруг давление или какое-то над тобой усиливает ну как сгущаются тучи какие-то в основном это тучи религиозного плана что люди которые имеют какой-то вес в религиозном мире мире они пытаются тебе дать понять что если уж ты не с ними то уж ты точно там не в теле христовом и так далее это все ерунда на самом деле вы можете почитать книгу деяний почитайте учения апостолов почитайте просто новый завет и вы увидите что в основном все совершалось через совет через общение не было никакой вот такой знаете структуры там давление какого-то и так далее и тому подобное кто-то мне говорил но написано повинуйтесь наставником вашим дорогие друзья конечно наставнику своему нужно повиноваться но здесь важно помнить несколько вещей во первых что основной наш наставник и в принципе тот наставник который сказал не иметь больше да ни на кого себе не называть наставником это христос что же касается людей наставников то апостол павел четко и ясно сказал что наставники все эти попечители они нужны до времени зрелости зрелым ты становишься тогда когда у тебя появляется свое заканчивая свое обращение свою передачу дорогие друзья я хочу пожелать большой смелости также я хочу рекомендовать чтобы ты каждый раз когда может быть у тебя возникнет какая-то неясность или смятение послушай эту передачу и пункт за пунктом проверь прошел ли ты все вот эти моменты все вот эти периоды и стадии твоего переформатирования не будь в смятении не ходи не жалей себя они не надо поглядывать сторону египта я просто знаю что есть люди которые знаете по выходили из разных движений и сидят по-прежнему на проповедях этого движения это все происходит только потому что вы еще не встретились и не получили своих проповедей своего видения и по-прежнему вы зыркаете в этот египет как будто там какие-то котлы с мясом вас знаете там были дорогой друг давай радикальнее смелее настройся на эту встречу настрой открывай церковь открывать домашнюю группу все что бог тебе скажет делай ты увидишь как насытить тебя это ты увидишь как это тебя напитает потому что есть момент я может быть скажу об этом следующей передаче есть момент когда человека не может насытить ничья проповедь не может насытить ничья передача об этом моменте иисус сказал следующее пища моя творить волю пославшего меня отца есть момент зрелости в жизни и я верю что если ты вышел из системы и уже двинулся путем который бог тебя повел есть момент зрелости в который нужно войти этот момент так и звучит что твоей пищей с этого времени будет исполнение божьей воли не просто слушание не просто исполнение чьих-то указаний а лично тебе бог скажет что тебе делать я желаю тебе обрести этот момент получить это водительство пробегись просто по пунктам этой передачей посмотри все ли ты сделал и ты увидишь обнаружишь в себе замечательное состояние радость вкус жизни знаете тот египет он будет кричать себе шоу тебя там ничего не получится они все будут потирать руками что вот ты уже там уже на грани там и все у тебя плохо на самом деле ты расцветешь ты почувствуешь вот знаешь как в песне песне есть такое такая строка там написано уже цветут сады в твоей земле цветы уже голос горлицы слышен это голос святого духа и ряд песни уже в нашей стране вот пусть у тебя это будет я желаю тебе победы радости позитива все самое лучшее у что такое то в в в Субтитры создавал DimaTorzok